Ленинский район Новосибирска станет зеленее, а новые жилищные комплексы будут доступнее в планах строительства транспортных развязок. В модельной библиотеке завершат масштабный ремонт. Это основные моменты, на которых сосредоточил внимание глава региона Андрей Травников в ходе выездного совещания в Левобережье. Дмитрий Белькевич подробнее. Эта станция самообслуживания на замене привычного во многих библиотеках библиотекаря. Необходимо взять книгу, приложить сюда читательский билет, открывается личная карточка читателя. После чего выбранные книги необходимо положить на специальную платформу, а внутри в каждой книге есть специальная метка, как противокраженная метка в магазинах. Эта метка считывается системой, после чего эти книги можно будет забирать. Оборудование пока не работает. В здании библиотеки имени Фадеева идет ремонт. Работы проводят в рамках реализации проекта «Культура». Цена вопроса 5 миллионов рублей. Плюс помогли спонсоры. Купили технику и обновили книжный фонд. Теперь на полках библиотеки больше 13 тысяч книг. Это не просто библиотека, которая отремонтируется, какой-то новый дизайнчик, мебель и все. Вот все идет от места. Вот наша задача сохранить память места. Сохранить и дать развитие новым направлениям этой библиотеки. Речь об истории Затона, где и расположена библиотека. Недаром на стенах фото и картины с изображением судов, которые в местную гавань раньше частенько заходили. А также вскоре откроется класс 3D-моделирования, где юные читатели будут создавать модели кораблей. Набор в секцию уже идет, несмотря на то, что откроют двери библиотека 7 сентября. К слову, сентября как огня боятся новосибирские автомобилисты, потому что со стартом нового учебного года традиционно начнутся пробки на основных магистралях левого берега. Особенно остро стоит вопрос транспортного сообщения для жителей микрорайона «Чистая Слобода» и жилого комплекса «Радуга Сибири». В Ленинском районе расположены крупные грузоотправители, так скажем, это промышленные предприятия, логистические центры. Здесь проходят магистральные улицы, ну, например, улица Станционная, главная вылетная улица, магистраль в сторону Толмачева. И здесь требуются комплексные решения, безусловно, развитие внутренней уличной сети. Например, я сегодня поддержал дальнейшее продление улицы Титова и Дукача с перспективой выхода маршрутов общественного транспорта, в частности трамвая, на станцию городской электрички «Пригородный простор». Также глава региона поддержал идею строительства двухуровневых развязок на прилегающих станционной магистралях. Разработку проекта профинансируют из областного бюджета. Особое внимание зеленым зонам Ленинского района. В 2018 году, когда ездил по территориям, бывали такие ситуации, когда сквер отремонтирован, а рядом к нему примыкает дом, и там все буреном заросло, и никому в голову не пришло даже просто элементарно покосить. А сегодня, что не проект, то вот такие объединения усилий. Так сообща на улице Новосибирской вскоре пустят в эксплуатацию парк «Качели». Уникальный проект, уникальные решения. Например, мелкая галька вместо твердого покрытия и скотуни. Есть и другие парки, которые требуют эффективного подхода к их содержанию. Масштабы благоустройства, которые удалось развернуть в городе Новосибирске, они просто впечатляют. И здорово, что в эту работу включились не только органы власти в рамках федеральных, областных программ, городских программ, но и жители, и предприниматели, и главы городских районов. Одно дело содержать газоны или проезжую часть улицы, другое дело содержать сквер с разнообразными решениями, дизайнерскими решениями, решениями о зеленении, разными развлекательными малыми формами. Это требует и знаний, и особой техники, инструмента. Поэтому я принципиально поддержал создание системы, комплексной системы содержания парков, скверов, лесопарков на территории города. Система будет многоуровневой. За крупные объекты будет отвечать профильный департамент мэрии, за мелкие администрации районов. Это, к слову, заставит глав проявлять больше инициативы и самостоятельности, что должно качественно отразиться на эффективности работы. Дмитрий Белькевич, Родион Токарев, Новость ОТС.